Ребята, всем привет! С вами снова я, Артём, и мы с вами продолжаем проходить Mortal Shell, и у нас часть номер 5, уже насколько я так понимаю, да? Сейчас мы, наверное, тоже с вами вдвинем в локацию, которую я пока что не видел, то есть, ну, как бы, я там чуть-чуть, скажем так, по ней погулял, там в самом-самом начале, и, собственно говоря, дальше не заходил, в общем. Надеюсь, нам там будет просто, потому что, учитывая то, что мы сейчас прокачали пушку, как я помню, я там даже с непрокаченной пушкой неплохо так всех валил, то с прокаченной, думаю, нам будет еще чуть попроще. В общем, эта локация, она у нас находится там, где у нас... Нет, стоп, нет, стоп, собственно, мы туда, я думаю, не пойдем конкретно сейчас. Конкретно сейчас мы, наверное, пойдем в локацию, которую я прошел, в общем, да, в одной из тех частей, которые не записались у нас. Так я, в общем-то, да, выбрал, как вы видите, оболочку этого Тиля, потому что, как я понял, мы теперь можем за него хиляться от яда. Причем не только от атак врагов, которые, собственно говоря, бьют ядом, мы еще можем хиляться от наших грибов, вот этих вот, от дарниц, если быть точнее. Так, сейчас я тут себе этот таймер поставлю, где мой телефон, нужно быть сейчас за ним чуть потянуться. Сейчас. Погодите. Вот он. Так, нужно сейчас его запустить, чтобы я примерно понимал, сколько мы играем. Сейчас. Так, вот, все, стартуем. Сейчас пойдем, да, я думаю, в локу, которую мы уже видели, потому что, насколько я помню, вот у той локи, в которой я как бы гулял, но далеко ее не проходил, в ней лежит еще одна оболочка. Я очень не хочу ее подбирать, потому что я не хочу с Тилем, в общем, расставаться и, соответственно, бежать обратно в наш храм огня. Это вот, конечно, не очень удобно. То есть то, что, грубо говоря, в игре... Да, кстати, да, давай-ка сейчас мы эту нашу вторую ульту, этого оружия, посмотрим. Она еще и поджигает, вообще класс. Но она мне пока что, по крайней мере, больше нравится, чем та прошлая. То есть, смотри, у нас, до этого, помнишь, у нас вот эти грибы, они таравили, которые тарнутся, а сейчас... Эм, что-то я не понял юмора. Ааа, да, точно. Ну, это тогда плохо. Это тогда плохо, это я, значит, не особо разобрался, как они работают. Я просто думал, что за Тиля мы их сможем это использовать, чтобы от яда захиляться. Ну, в смысле... Как, сейчас... Сейчас, погоди, сейчас я... В общем-то, мы сейчас с человеком поговорим, я тебе объясню. Короче, эти вот грибы, они были в демке, но они там травили. Как-то, если ты помнишь, если я их там вообще использовал на записи, они там травили. И, по-моему, Тиль, как раз-таки, если даже они были не прокачаны, то есть, ну, максимально, грубо говоря, максимально тебе известные, то ты от них все равно урон получал. Вот, а здесь я думал, что их это... Пофиксили слегка, это на самом деле довольно сильно упрощает геймплей. Конечно, с какой-то стороны. Но, с другой стороны, это очень сильно... Убивал, ну, как бы... Не знаю. Короче, это был бы хил, и хил именно конкретно для Тиля, потому что у него меньше всего ХП, как я понял. И, как бы, большой объем речила, как мне кажется, это вполне себе компенсировал бы. Вот, это, конечно, довольно странно, то, что это они убрали. Потому что я лично думал, что оно так будет работать. То есть, ну, что вот от вот этих вот грибов я тоже смогу лечиться. Как бы я это имею в виду. Так, мухомотик. Тут у нас еще, тут у нас еще этот такой. Ну, они нам все равно пригодятся в этой локации, потому что это у нас локация из Бетки. И там у нас, как ты помнишь, это самое... Было много отравляющих противников. В принципе, мне от этого как-то все равно, потому что, как бы, у нас класс такой. Он, по идее, у нас даже уже теперь хилится от яда. Так, ну, давай тогда я сейчас локацию изучать. Это у нас вот прямо вот чисто вот Бетка. То есть, вот та локация, которая у нас была в Бетке. Сейчас вот будет. Сейчас мы, соответственно, в нее пойдем. Так, тебя, братан, я думаю, мы попарируем. И я ушел, вообще нормально. Это сейчас было вообще нормально. Хотя у нас дамаг, в принципе, такой. Не сказать, что плохой. Не сказать, что кислый. Так, вот цвет. Тщетности. Нужно тут, на самом деле, очень хорошо вот локации все отбирать, потому что я, насколько понял, то есть тут риск вообще не прокачать даже оболочку, ни одну. Ладно. Он сам в капкан попал, я ничего не знаю. Из оружия мне меч пока больше всего нравится. Я, конечно, его... Он у нас уже на максимум прокачанный. Я это понимаю, как бы, да. Так, больше, больше никого нет. Низкопробный самоогон. Я бы сейчас еще похилялся. Так, вот в этой локации здесь у нас был торговец. Как ты помнишь? Но сейчас его именно перенесли в локацию с храмом огня. Так, знак призрака. Загнившая еда. На самом деле, вот эти вот расходники, которые загнившие еда, всякие крысы, их, наверное, будет это... Лучше всего, удобнее использовать, когда эти грибы кончатся. Потому что... Потому что... Это самое... Они эти еще какие-то там дебафы накладывают, насколько я знаю. Они эту решимость у нас убирают. Насколько мне лично известно, опять же. Так, пойдем, думаю, сюда. Глянем, что у нас тут в локации. Творится такого страшного... Так, тут у нас... Тут у нас по вурдалаке сейчас будут, не? О, не, смотри-ка. Это что, это просто такой переход, типа? Тут, по идее, могли бы эти грибы расти. Но они тут не растут. Так же, в принципе, ладно. Так, тут... А, тут мы уже взяли. Тут мы уже грибочка взяли. Еще, да, у нас, кстати, стамин не тратится на бег. Совсем. Это вот прям очень круто. Еще плюс, да, теперь нам такие вот жабы не страшны. То есть, как ты помнишь, они нас, опять же, да, в бетке отравляли. Но теперь, даже если она нас отравит, то у нас... У нас хилл пойдет, собственно говоря, а не отравление. Я пока не знаю. Мне пока что вот лавкач больше всего нравится. Как, в общем-то, я играл в игры серии соулс, да, у лавкача. Так, он, по-моему, и здесь, конечно, очень классный. Что-то как-то странно, я сейчас вот урона не получил. А, по идее, должен был. Ну, ладно. Это все равно хорошо, в принципе. Так что я не жалуюсь. Так, мазь и стара. Так, тут... Тут нет ничего сейчас. Еще главное не упасть, желательно. А то я могу. Ты меня плохо знаешь. Если ты думаешь, что я не могу упасть в таких биздах. Так, еще один гриб от яда. Так, вот смотри. Вот видите, она меня бьет. Но у меня хил идет, а не отравление. Поэтому этот персонаж, он конкретно в этой локации, сейчас, в которую мы пойдем, он, конечно, довольно имбовый. Как мне кажется. Особенно, если вот эта вот штука у него прокачана. Так, проходи. Так, изукрашенная маска. Так, да, сейчас нам нужно эти отцветы заюзать, которые там у нас есть. И, наверное, еще прокачаем ему что-нибудь. Как мне кажется. Тут у нас сейчас будет бунфер. Ну, это, в общем, это локация из бетки. Так, то есть, помнишь, да? Здесь у нас этот босс был, который Гриша. Которого мы уже, по идее, довольно много раз убивали в игре. Здесь он у нас был. Так, а вот этот что дает? Че, еще раз? Следующая после успешного отражения атака нанесет дополнительный урон. Прикольно. Так, давай-ка мы их сейчас все заюзаем, вот эти вот предписания. Так, это про подрыв, да? Насколько я понимаю. Подожжет еще врага. Вот, конечно, не очень удобно, то, что здесь, по идее, предметы, они так вот остаются в инвентаре. То есть, вот это вот оно никуда не уберется. Это, конечно, круто, с одной стороны, что, как бы, они не убираются. То есть, собственно говоря, ты их изучить можешь. Но, как-то это странно. Не знаю, то ли это вручную, возможно, позволили бы делать хотя бы. Так, че мы тут сейчас себе прокачать можем? Так, тут нам надо 15. А тут у нас пинок. Вот это, по идее, полезно. Вот это вот, на это, я думаю, сейчас мы поднакопим. Еще в этой локации. И, собственно говоря, у нас здесь еще одно оружие. Находится. Так, давайте, да, сейчас мы его заберем. Для этого нам опять придется этого товарища завалить, который у нас харден. Собственно говоря, да, с этим оружием. И у нас появится оружие. Это такой вот большой-большой меч. Так, ну привет. О, ничего себе, ты снимаешь, конечно, братан. Попробую тебя, что ли, попарировать, я не знаю даже. Тюхо. Не, это, этот удар, он вообще имба здесь. Вот тот, который мы, да, в прошлый раз с вами изучили. И вообще, по идее, все игроки проходятся. Так, это не парируется, по-моему. Да. Так, все. Фу. Не сказать, что это прям было сложно очень, если честно. Этот удар прям вообще просто имба. То есть, ты смотри, ты бьешь, а потом, собственно говоря, ставишь окаменение, от тебя враги отлетают, ты им еще там один-два удара успеваешь сделать спокойно. Ну, конкретно вот с этим вот, да, с харденом, с нашим. Так, а меня... Нет, меня не полечат. Что печально. Так, давай-ка мы сейчас довозьмем этот меч. Прокачаем его. Я с ним как-то что-то совсем не играл. Сейчас дай посмотрим, что он может. Да, то, что тут у нас на один, он, это, конечно, не очень есть гуд. Я думаю, он не такой сильный будет, как наш тот. Так, нет, все-таки давай-ка мы, наверное, сейчас возьмем прошлый. И так как здесь у нас, да, сейчас будет босс, который, как бы тот, который у нас был в бетке, и, по идее, от этого босса нельзя будет вернуться вот сюда вот именно, к месту прокачки. Поэтому я думаю, пока мы погуляем с этим вот мечом, с нашим, с привычным... О, потом уже вот в следующей локации вполне себе можно будет вот это попробовать. То есть, ну, вот этот вот большой меч, потому что, насколько я знаю, он довольно крутой. Так, еще один ноцвет. О, это правда на один, да? Да, на один. Так, сюда ничего не выпало. Не, ну, когда у тебя оружие прокачанное, это, конечно, вообще изи становится. Когда у тебя персонаж прокачанный. Это, конечно, вообще просто что-то с чем-то. Прямо просто всех выносить могу. Так, тихо. Ты еще мне туда упади правильно. Так, тяжелый болт. Так, а вот с этим вот, с кротом, я его, если что, помню. И мне он, помню, не понравился. Так, тут у нас закалка дав была в бетке. И, по идее, я думаю, нужно будет сейчас нам, по крайней мере, качать вот тот вот меч, который этот лонгсорт. Ну, не знаю, как он тут называется правильно. Этот вот здоровый, который... Так, здесь у нас есть еще одна, вот тут вот, да. Дырочка. Здесь у нас, по-моему, что-то нужное. Или же для как раз-таки вот этого меча, да? Насколько я помню. Да. Вот, с тем мечом мы, наверное, в следующие локации походим. Ну, как сказать, в следующие локации. В следующие локации главного босса. Не этого главного босса, которого мы, в общем-то, здесь будем, именно в этой части. Ну, не знаю, там, скорее всего, в следующей части валить. Так, что-то два мухоморчика. Да, смотри-ка, 13 у нас уже. Красота. Так, тут загнившая еда, да. Не особо вкусно. Ну, да ладно. Так, описание непокорствия чего дает. И у меня нету. Восстановит... Часть решимости. Тоже прикольно. Тоже прикольно. Так, Гриша, давай. Мы, короче, с тобой в бетке это посидели. Не слабо так на тебе. Дай я тебя сейчас вообще просто разнесу тут. Ой, или ты меня разнесешь. Ну, да, я тебя. Прости, Гриш. Но ты, конечно, как был в бетке. Не, в бетке мне, на самом деле, он что-то, типа, сложным показался. То есть, я на нем даже так поумирал. Ну, немало довольно, насколько я помню. Но, когда уже эту стратегию выработал, то вполне себе проходится. И вот, да, здесь у нас, как помнишь, заканчивалась бетка. Но здесь мы обратно подняться не могли. По идее, это довольно тупо. То есть, здесь могли бы, я не знаю, сбросить, не знаю, от того, что он падает. Например, сбрасывал здесь какой-нибудь гроб. И ты просто по нему бы наверх мог бы зайти. Спокойно. Вообще, то есть, такое вполне себе можно было бы реализовать. Это была бы крутая идея. То есть, ну, как бы, как вариант. То, да, вот ты завалил босса, можешь вернуться обратно. Соответственно, да, там, прокачать оружие и все такое. Вот. Но здесь этого нет. Что довольно странно, опять же говорю. Это реально очень странно. Так, мрачная жертва. Это для тусклопечати. Так, ты мне что скажешь? Так, погоди, у меня этот самый... Тар какой-нибудь, этот, смыслевод цвета есть какой-нибудь? Да, отлично. Сейчас мы, значит, его качаем. Каменяйте воздух, чтобы запустить ударную волну при приземлении. Так, еще, значит, нам шесть надо. На пинок. Но, насколько я знаю, здесь пинок, он довольно бесполезный. Поэтому я даже не знаю, стоит ли его качать, в принципе. Так, давай. И похиляй меня. Вот, молодец. Вот это вот, молодец, конечно. Первое видение было подобно сну наяву. Так, хорошо похилялись. Не, ну вот этот вот перс, он прям сделан, по идее, для этой локации. Потому что, по-моему, во всех остальных, как-то с ядом противников, их, в принципе, нет вообще. Так, каменение. И хиляйся. Так, еще один отцвет, да господи. Ты серьезная игра? Ну, да. А, стоп, я еще живой. Это вот сейчас, что было вообще? Это вот сейчас, что было вообще? Я что-то вообще юмора не понял. Это сейчас реально, что было вообще? Я как-то, не знаю, там, по текстурам как-то пропрыгал-то, видел? Я, конечно, понимаю, да, что я упал, но такие-то уж приколы-то. Так. 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 так ладно давайте тогда я знаю сейчас что сделать попробовать можно да вот фигурка тиля это блин при прям это очень странно то есть по идее я вот сейчас если вы прикинь если бы у меня сейчас не было бы вот этой фигурки то бы просто не знаю дай вопрос сейчас бы не вернул свои души и все в смысле эти не души даже ну ты понял я надеюсь так как стать довольно хороший момент чтобы похиляться еще один мухомор да давай-ка так ладно пойдемте дальше я чё сейчас вот вообще как не понял даже чё это такое произошло так ага вас тут двое конечно как любят делать эта игра так эх надо было этот да надо было оставить все таки так а ну-ка оба еще и я тащу и огонь вообще замечательно так лучезарное зимнее стекло это тоже для оружия того наш от этого отмеча мы еще прокачаем я думаю так крот ага не один крот так но давай похиляй меня это может твою атаку выучили из бетки так сейчас мы похиляемся и потом пойдем на этого на крота а нет погоди он нам не даст так пойти просто но в принципе это не страшно не норм кроты вообще тоже выкашиваются так-то вполне себе норм так носить полчаса уже серии идет так тихо еще один крот да господи вы серьезно так а как как Ну вот всё. как бы если конечно не мужчинами не использует не она она конечно красивая то есть вот в плане визуала вот прям от реально в плане визуал я прям просто похвалить разрабов хочу то что это по первая игра как бы не souls ну как бы дай знать что это один тот же жанр да как ты не попал сейчас вот как вот не попал он прям в него сейчас видел в этой заставке должен был попасть то есть да она как бы вот именно через баги работает